Где я? Здравствуйте, всё хорошо, вы в больнице. Как я здесь очутился? Я ненавижу больницу. Это очень смешная история. Заканчивается рабочий день, и мне, так сказать, занесли коньячок. Ну понятно, вы же все пьющие. Работа нервная. Ну, значит, мы её с миссисстричкой. Я беру эту бутылочку, и потом я беру простую бутылку, и в окошко, ну, как обычно. Почти смешно. А я тут при чём? А вы как раз под окном проходили. Вот из-за таких, как вы, я ненавижу традиционную медицину. Ну, навидите, ненавидите, это не важно. Мне вас нужно обследовать. Не-не-не, не трогайте меня. Я не разрешаю вам меня обследовать. И вообще, я больше приверженец нетрадиционной медицины. А-а-а. В таком случае вам крупно повезло. У нас есть как раз отделение именно нетрадиционной медицины. Да? Да. Прямо целое отделение. Прямо целое отделение. В качестве эксперимента у нас создано первое в Украине городское нетрадиционное отделение медицины, сокращённо ГНОМ. Ну вот. Пусть меня этот человек из этого ГНОМа и обследует. Пожалуйста. Пожалуйста. Желание пациента для нас. Закон. Секундочку. Алё. Это из травматологии. В десятую палату нужен специалист из ГНОМа. Да-да-да-да-да. Одного из ГНОМика. ГНОМик. Ждём. Придумают. Сейчас пришлют. Привет, красавчики. У кого здесь что? Бобо? Вот у нашего любителя нетрадиционной медицины головка Бобо. О, у китеньки головка Бобо. Вот там грустно. Ну ничего, мы тебя вылечим. Не трогайте меня, не трогайте меня. Я имею в виду нетрадиционная медицина. Это там травки разные, яйца покатать. Гомеопатия, в конце концов. Ну вы знаете, травку нам ещё не разрешили. А вот второе, третье, это как раз наш профиль. Это гомеопат ещё те, яйца катают. Доктор, давайте лучевые. Ну как, во-первых, я не могу, я уже выпил. А во-вторых, вы же нам не доверяете. Так что, не дай. Доктор. Мужчина, откуда летите? Из Египта. А чё мы так нервничаем, а? Мы что, полную сумочку халатов и полотенец везём? Нет, можете посмотреть. Не расстраивайтесь так. Не у всех с первого раза получается. А чё ж вы такой расстроенный? Может, вас обокрали? Нет. А, я понял. В All-Inclusive алкоголь закончился, да? А, дайте-ка угадаю. Вы купили кальян за 200 долларов, а потом узнали, что ваш сосед по комнате купил такой же, но за 10 баксов. Не-не-не-не-не. Вы просто первый день так напились, что потом физически просто пить не могли. Да? Нет. Я поняла. Да. Вы отправили тёщу в пирамиды, а она не заблудилась, а выбралась. А? Кстати, хорошая идея, да? Нет. А, тогда, тогда, тогда вы, а у нас больше нет вариантов. Я кольцо вручальное потерял. Тьфу ты, ёхты, ну, перепугал прям. Да не надо расстраиваться. Развод иногда на пользу идёт. Развод, может, на пользу и идёт, но вот переломы всех конечностей на пользу никак не идут. Вы мою жену плохо знаете. Да и слава богу. У вас какое было кольцо? Золото, серебро? Хм? Золото, а что? Золото. Какая проба? 750. Так, 350, 585, 750. Вот, пожалуйста. Ого. А, у нас надпись была. Галя и Игорь. Хм. Надпись. Так, Галя и Семён, Галя и Фёдор, Галя и Галя. Игорь и Игорь? Галя и Игорь. О, ничего себе. Этого не может быть. Сколько с меня? Тысяча долларов. Тысяча двести. Там, двести долларов за доставочку. Это, конечно, дороговато. Ох, дороговато. Поверьте, лечение в больнице вам дороже станет. Угу. Для постоянных клиентов у нас скидки. Будете оформлять карточку? Нет, спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо. Благодарю вас. Счастливо. Удачи. На троих. Здрасте. Здрасте. Корни покрасьте. Ха-ха-ха. А? А? Вы знаете, у меня, в общем, у меня машинка не слушается. Заправлять не пробовали? Говорят, помогает. Как это? Я всегда кормлю свою машинку. Она мне очень любит бензинчик кушать. Может, руль не работает? Нет, руль работает. Ну, что же вы такие глупенькие. Я же вам говорю, что она меня не слушается. Да, походу, мы глупенькие. Не понимаем. Смотрите. Вот эта вот коробочка, и в ней дороги. А, навигатор. Вот он меня не слушается. Я говорю, куда ехать, а он не едет. Например? Ну, вот смотрите. Коробочка. Поехали к туселькам. Голосовая команда не распознана. Вот, видите? Вы просто неправильно навигатор используете. Надо точнее команду давать. Конечно. А, сейчас попробуем. Коробочка. Поехали к туселькам. Красненьким. Итальянским. Голосовая команда не распознана. Короче, девушка, все понятно? Мы сейчас все перенастроим. Сделаем как положено. Начнет понимать. Ага. Я тогда пойду кофе попью. Спасибо. Да-да, счастливо. Короче, Ромчик, сейчас на все команды в объем адреса СПА-салонов и торговых центров точно не ошибемся. Мужики, да это я. Навигатор. Мужики, ну, помогите мне. Мужики. Ни фига себе. Он с нами разговаривает. Как тебе помочь, друг? Ты, сиплый, возьми молоток и разбей меня нахер. Стой, 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 стой. Слышь, навигатор? А муж ее как выдерживает? Попухает он. Да понятно. Слушай, давай нальем в него водки. Он с ней тогда общий язык найдет. А ей скажем, что по инструкции подливала периодически водочки. Да как-то жалко про воду переводить-то, а? О, сообразим на троих. Спасем мужика, вроде хороший. Ладно, давай. Мужик, аккуратно. Может быть, паленка. Ага. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Я капушку лью, да? Да, да, да. Все, все, все. Спасибо, мужик. Разбираюсь от тебя, Сынки. Проверяйте. На троих. Ой. Здрасте. Забор покрасить. А чем могу помочь? Деньги. У меня в вашем банке деньги лежат. Да, скорее всего. Сымай все. Все? Вы уверены? У нас очень стабильный банк. Мы развиваемся. Сейчас стабильно только кладбище развиваются. Сымай, сказала все. Да, я понял. Сейчас. У вас на депозите 45 тысяч плюс проценты. Итого получается секунду 49 тысяч 555 гривен 50 копеечек. Пока все сходится. Сымай. Хорошо, пожалуйста, с паспортом в кассу. Ага, сейчас. Старого человека в кассу! Понял, извините. Да, сидите, отдыхайте. Давай. Викулечка, вот 49 555 50. Угу. Бабулечка, а вам лучше крупными купюрами или мелкими? Настоящими. Я серьезно. А я что, шучу? Ну, я последний раз шутила, когда про Сталина анекдот рассказала. С тех пор и не смешно мне. Вот, пожалуйста. Ага, спасибо. Вот, пожалуйста, все до копеечки. Деньги. Ну, 9 555 и 50 как? Сейчас, видишь, читаем. Раз. Бабулечка, давайте я на машинке посчитаю. Заткнись. Не мешай мне деньги считать мои. Сбила дура. Раз. Два. Три. Нет, правда, на машинке быстрее это все. Твою мать же, ша! Опять сбил. Ты можешь три минуты помолчать. На машинке все точно, как в аптеке будет. 49 500 50 5 50 Все верно. Вот видите, у нас все точно, как в аптеке. В аптеке меня уже три раза обманывали. А у вас нормально вроде. Ладно. Открываю депозит. То есть как, вы обратно их хотите положить, что ли? Да, оформляй. А зачем вы их снимали? А потому что денежки счет любит. Мало ли, какая у вас в банке крыса рыжая работает. Ну, а так нормально, оформляй. Оформляй. Раз уже машину завожу, глушу. Я не успела одеться, потому что нечего надеяться. Господи, Яна, мы едем просто в магазин за продуктами. Для женщины это непросто. Нужно выглядеть всегда красивой. Яна, у тебя полный шкаф вещей. Угу. Бери любое платье, одевай и поехали. Смотри, да нету ни одного платья. Вот это что, по-твоему? М? Это все старые платья. Старые? Хорошо. Тогда вот это вот платье я забираю на тряпки. Мне как раз машину нечем протирать. Нет, нет, нет. Я его надену? Ну, слава богу. Все, давай, одевайся и поехали. Хотя... Надену! Все, я внизу. Быстрее, Яна! В общем, заявление я принял, но на первый раз ограничимся штрафом. Честно говоря, я даже не понимаю, как так произошло. А это все из-за тебя, потому что ты мне сказал это платье надевать. Яночка, ну кто знал, что в магазине девушка будет в точно таком же платье, как у тебя? Я знала. Мы вам советуем, обратитесь к специалисту. Нападать ни с того, ни сего на человека, это ненормально. Согласен, да. Яночка, а хочешь, мы сейчас поедем в магазин и купим тебе новое платье? Хочу. Отлично. Я тогда тебя в машинке жду. Да. Класс! Так, штраф. Ну, сколько там у нас получается? Ну, тройная, минимальная. Ой. Не понимаете, а долго ждать? Подождите, я штраф оформлю. Штраф ты оформишь по дороге. И ехать мы будем на твоей машине с мигалками, а то я знаю этих баб, раскупят все платья. За мной оба! Я вам сочувствую. Да, давайте машину действительно оформим. Так быстрее. Ольга Михайловна, я вас очень прошу, успокойтесь, возьмите себя в руки, все будет хорошо. Здорово, Константиновна. Здравствуйте, Егор Григорьевич, здравствуйте. Что вызывало? Я ж типа на работе, мне нельзя отлучаться. Хотя тут совпало. Клиент как раз отключился и отлучился. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хотела бы вас сегодня познакомить с новым классным руководителем вашего Максима. Знакомьтесь, Ольга Михайловна. Здравствуйте. Что, опять новая классуха? Я ж только недавно, на прошлой неделе, знакомился с одной. Что такое, Максима опять куда-то переводят? Нет, это только в интересах Максима. Он был в классе А, теперь в классе Б, чтобы подтянуть предметы гуманитарного цикла. А, ну да, ему как раз надо. У него там проблемы с этими гуманитарными. Да, с ними у него проблемы. Егор Григорьевич, вы не переживайте. В новом классе я вас оставляю председателем родительского комитета. Спасибо за доверие. Мне это льстит. Вот хера себе, откуда у меня это слово сейчас. Это все сраное влияние вашей школы. Ну, не смею вас больше задерживать. Ольга Петровна введет вас в курс дела. А, все, я тебя запомнил. В смысле, приятно познакомиться. Кстати, нормально отыграть. До свидания. Давай. Надежда Константиновна, я не понимаю, ну почему вы переводите ко мне в класс вот это? Это же ужас какой-то. Если бы в вашем классе нормально сдавали на шторы, ничего этого не было бы. А так, Егор Григорьевич, профессиональный коллектор. Вы представьте себе ситуацию, что в вашем классе кто-то не сдаст на шторы с таким-то председателем родительского комитета. Ну, боюсь себе такое даже представить. Жаль, жаль, что его нельзя с девятого в седьмой класс перевезти. Там плохо сдают на линолеум. Слушайте, может, его сына оставить на второй год? Два раза, а? Не, вы знаете, я его сыну плохие отметки ставить не буду. Я жить хочу. Да ладно, мы трудовика попросим, его легче заменить. На троих Ну, где же она? О, нашел. Как же тебе стыдно у детей брать воду. А совминен. Да. Хорошо. Добрый день. Здрасте. А что это у вас здесь происходит? А мы проверяли шкафчики детей на предмет опасных предметов. Ну, и нашли что-то опасное? Значит, я, как представитель службы без опасностей, официально заявляю, все чисто. Ага. Относительно. До меня дошли слухи, Виктория Сергеевна, что вчера вы здесь праздновали день рождения Смирнова. Да, а что-то не так? Что-то не так. Что было на столе? Конфеты. Угу. Я конкретизирую вопрос. С чем конфеты? С коньяком. Да вы с ума посходили? Детям давать конфеты с коньяком? Вы бы еще с пивом или с водкой придумали купить. А я, кстати, узнавал, но, к сожалению, такие не производят. Кстати, деткам конфетки очень понравились. Зашли вот так. Я за второй коробкой бе. Да прекратите вы. Что еще было на столе? Детская шампанская. По моим слухам, оно было обычное. Ну, что-то, для конфеток с коньяком оно идет как детская. Четыре оборотика там. Хорошо, все. На увольнение вы оба наработали. Последний вопрос. С чем был торт? С кремом и орешками. Еще с чем? Со сгущенкой. Вы забываете о самом главном ингредиенте этого торта? Стриптизерша. А когда стриптизерша танцевала, то дети уже спали и никто ничего не видел. Ну, а кто-то, конечно, не спал и все видела. Да хватит! Завтра вы празднуете дни рождения Коли Беньковского, правильно? Да, мы все узнали и больше такого не повторится. Что значит не повторится? А я уже с методистом собралась прийти на это ваше мероприятие. И чтобы было все так, как было вчера. Ясно? Хорошо. Организуем. Я думаю, что стриптизерша это вчерашний день. Пусть из торта выпрыгнет стриптизер. Сделаем все по первому разряду. Будет заново. Задача ясна? Задача ясна. До завтра. До утра. Ты говорила, директриса, узнай. Ты говорил, не надо ничего бояться. А вот я бы на твоем месте боялась бы. Директриса наша, женщина незамужняя. И когда она выпьет, то вспыхивает. Понимаешь? Тогда знаешь что? Тогда стриптизера лучше заказать два. С продолжением. А я... Я на больничный. Все у меня нет. У меня тоже. Не было, не было. У меня вообще. Вот так вот судьба и распорядилась. А я-то в детстве космонавтом мечтал стать. Ха! Так не проблема. Давай еще пару грамм из вещдока уничтожим и опять в космос полетим. Надоело. Сколько можно? Слушай, а ты вот перед тем, как сюда попасть, чем занимался? Чего? Как все. Как ты. Как генерал наш. Серьезно? Магнитолы с машин тырил? Да ну, а ты что? Я колеса снимал. А, это уровень. А потом? Ну, потом. Детская комната милиции. У бати там участковый, знакомый. Короче, определили меня в армию. Да? В каких войсках служил? Ну, как в каких? Ну, в самых главных. Ну, в лопатно-кирпичных, короче. Понятно, как все. Я тоже в стройбате служил. Серьезно? Да, мне прапор сразу заметил. Я мешок цемента в трусах пытался вынести. Он говорит, тебе крынет себя с твоими способностями. Либо в тюрьму, либо в милицию. У меня же такая же история. Только я щебень выносил. Серьезно? Мелкая фракция. Потом школа милиции. Да. Я помню выпускное в этом отделении. Так в этом отделении остался работа. Ну, и что вы все спать не даете? Человек с ночной смены вернулся. Скворцова, такое ощущение, что ты эту смену на заводе отбабахала. А что, можно и так сказать. У меня вот один клиент мог бы бетонный завод заменить. Серьезно? У него такая кувалда. Ну, что ты все, клиенты, ночные смены. Ну, могла же поступить в университет, стать нормальной женщиной. Могла бы, но не поступила. Ну, так а что, второй раз не можешь попробовать? Здравия моя, а жить этот год на что я буду? Вот и устроилась на работу. Ну, устроилась бы на нормальную работу какую-то. Ой, а у вас, можно сказать, нормальная. Менты позорные. Так, ну что, ты мне сейчас поговори еще. Ладно, ладно. Ну, она ж права. Это да. Так а ты на кого поступала? На учительницу иностранного языка литературы. Ну, с языком-то у тебя все нормально? Срослось? Очень смешно. Лучший работник года. Года козла. Слушайте, а вот действительно, представьте, если бы все по-другому сложилось. Если бы ты с Кварцова поступила, а мы с тобой, Саня, школу-милицию сами закончили, а не за взятки. Вот наверняка как-то по-другому все получилось бы, а? Да. Интересно. Коллега, можете меня поздравить? Я только что закрыл дело о краже миллиона долларов. Виновные наказаны, деньги возвращены государству. Поздравляю вас, Олег Петрович. Вы прекрасно справились с заданием, учитывая то, что против вас был лучший адвокат города. Ха! Но он не учел, что я досконально изучил все улики и выстроил линию обвинения согласно Криминальному кодексу Украины. Хорошо, что мы выучили его наизусть от корки до корки. А я вынужден вам сообщить, что только что помог раскрыть квартирную кражу. Мы нашли все украденные драгоценности, и я лично отвезу эти ценности по странам. Коллега, я горжусь, что служу с вами. Взаимно. Я прошу прощения, господа офицеры. Я преподавательница литературы, и из моего кабинета украли книгу. Какое кощунство воровать литературу? Это ж каким варваром надо быть? Не волнуйтесь, мы вам поможем. Рассказывайте. Благодарю. Из кабинета литературы украли известное издание Вольтельера. 18 века пражского издания, 1800, какого там года? Блин, Скворцова, ты весь кайф обломала. Ну неужели нельзя элементарный текст выучить? Во-первых, Вольтер, а во-вторых, Парижское издание. Так а что я? Вы бы дали мне какого-нибудь другого автора? Там Пушкина, например. Я же знаю, что он этот, ну, такой весь, и с этим он... Ну, понятно, 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 Скворцова. Окружная, в общем, твоя судьба. И максимум изучения языка с дальнобойщиками. Ой, а сами прям честные менты. Он папки с глухарями выдали, как раскрытые дела, и довольные. Так, Скворцова, ты мне тут это не это, а то я тебе за это по вот этому, понятно? А вот этому дорого. Ой, короче, ладно, будем жить как умеем. Ага. Давай, может, в космос, а? На троих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok